В первом полугодии 2023 года Управление Федеральной антимонопольной службы по республике получило более 400 жалоб на нарушение закона о госзакупках. Об этом на пленарном заседании госсобрания заявил руководитель управления Андрей Хомяков. 23% таких жалоб по результатам изучения документов оказались обоснованными. В некоторых случаях антимонопольщики выезжали на внеплановые проверки. С января по июль 8 дел возбудили по фактам навязывания властями невыполнимых условий необоснованного отказа от заключения договора. В основном нарушения касались сферы электроснабжения и жилищно-коммунального хозяйства. По словам Хомякова, в большей степени нарушают антимонопольное законодательство муниципалитеты. В госсобрании попросили ФАС озвучить предложение по совершенствованию законодательства. Есть рынки, которые могут находиться в субъектах естественных монополий. Вот у нас есть, опять же, мы не можем как-то на них неправильно реагировать. Это эксплуатация железнодорожных путей не общего сообщения. У нас есть ряд дел, которые мы были вынуждены возбуждать в отношении собственников этих путей. Особенно в том случае, если кроме железнодорожных путей нет такой хорошей обычной дороги, по которой можно перевозить товары, грузы какие-то. То, что касается остальных товарных рынков, основных товарных рынков, то все-таки считаю, что они достаточно неплохо развиваются. Депутаты интересовались у Андрея Хомякова резким повышением стоимости горюче-смазочных материалов для аграриев. Руководитель УФАС объяснил это спекуляцией на рынке, и что для нормализации ситуации аппарат готов возбудить дела при необоснованных действиях со стороны компаний, реализующих топливо. Продолжение следует...